Слава Иисусу Христу, братья и сестры! За это время, за этот день, за все Ему слава. Он достойный славы, Ему принадлежит слава. В Его имя мы собираемся, если бы не Иисус Христос. Мы бы не собрались сегодня, мы, возможно, бы, многие из нас, мы не знали бы друг друга. Но, возможно, бы жизнь на земле уже закончилась, если бы не Господь, если бы не Бог. Если бы Он не возлюбил нас, как написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры! И мы сегодня имеем прекрасный день молитвы, служения молитвеное. И вы знаете, что молиться нужно тоже учиться. Ученики однажды попросили Иисуса Христа, научи нас молиться. Научи нас молиться. А они увидели, как Он молится, потому что там написано перед этим, что однажды Он молился и перестал. И ученики приступили к Нему и попросили, Господи, научи нас молиться. Молиться нужно учиться. Как учиться читать, как учиться ходить, как учиться плавать. Молиться тоже нужно учиться. Нужно учиться. И мы поем такой псалом, научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон исполнять. Научи гордым сердцем смириться. Твою волю во всем исполнять, если я не ошибаюсь, там такие слова. И мы будем обращаться к Божьему Слову, еще порассуждаем. Слово Божье, оно способно поменять нас. Оно способно повлиять на нашу жизнь, потому что оно живое Слово. Если мы искренне приходим к Богу, если в смирении, если наше сердце, оно в правильном состоянии, почва нашего сердца, тогда мы приносим плод. Тогда мы приносим плод. И написано Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Такой совет был однажды дан и сегодня для нас, чтобы эта книга закона не отходила от уст наших, но чтобы мы поучались в ней день и ночь. Сегодня есть много книг, и мы можем их читать, можем слушать. Ведь сегодня очень много разной информации, но есть книга книг, есть Библия, есть живая книга. Если мы не будем знать, например, мы не будем знать математики, но будем знать Писание, будем знать Иисуса Христа, мы Его примем, мы войдем в Царство Небесное. Если мы не будем знать еще каких-то таких познаний больших иметь, может, они и полезные, но мы без этого спасемся. Но если мы не будем знать Писание, мы можем не спастись. Если мы не будем читать Слово Божье, мы без Него никуда. Это светильник для нашей ноги, это свет для нашей стези. Слово Божье, оно просвещает нас, оно направляет нас, и как важно ориентироваться на Божье Слово. Сегодня есть очень много мнений, много размышлений. И они бывают правильные и неправильные, но есть Писание. Да поможет нам Бог правильно Его понимать и держаться Его. И чтобы это был для нас, как компас для нашей жизни. Для чего компас? Для того, что когда человек заблудится, чтобы ему выйти. Это Библия для нас. Чтобы нам не блуждать, нам нужно смотреть. Смотреть Писание. Тогда написано, для чего поучайся в ней день и ночь. Просто учиться. Нет, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда, и что потом будет? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Тогда ты будешь поступать мудро, благоразумно. Правильно поступать. Тогда ценности могут поменяться. Когда мы читаем Библию, Библия нам показывает, что есть ценность для нас в этой жизни. Сегодня в мире написано, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Она не есть от Бога. И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Есть те ценности, которые открывает нам Библия и говорит, что вот это ценно. Вот это драгоценность. Не просто драгоценность сегодня для людей, богатство, деньги, драгоценность. Я прочитаю записанное Луки с 12 главы, с 15 стиха. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет. 31 стих. Больше всего ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. Слава нашему Господу! Здесь Иисус предупреждает и говорит, что смотрите, берегитесь любостяжания. Берегитесь любостяжания. Сам Иисус Христос, Он предупреждает, чтобы, живя в этой жизни, живя на земле, чтобы мы береглись любостяжания. Другие места о любостяжании говорятся, говорится Ефесянам, 5 глава, 3 стих. А блуд и всякая нечистота и любостяжания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Такие, как бы кажется, такие грехи, блуд и всякая нечистота и любостяжания не должны даже именоваться у вас. Еще одно место написано Колоссянам, 3 глава, 5-6. «Итак, умертвите земные члены ваших блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Любостяжание есть идолослужение. Что такое любостяжание? Я просто посмотрел в словаре и выписал, любостяжание – это алчность к деньгам. Любостяжание – это любовь к деньгам. Это когда человек, само слово объясняет себе, да, любить стягивать что-то, любостяжание. Алчность к деньгам, излишнее попечение о богатстве. Или еще похожее слово «сребролюбие». Корень всех зол есть сребролюбие, написано, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Предавшись любостяжанию, предавшись сребролюбию. И здесь говорится, Иисус говорит, что берегитесь этого любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Может, для кого-то это новость, я думаю, не для нас, потому что мы читаем Библию, но для людей этого мира, может, для кого-то является эта новость, что жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения. Многие люди, они думают, что если много денег, можно все порешать. Но мы знаем, что много чего мы не можем за деньги купить. Мы никогда не можем заплатить за наше спасение, за которое заплатил Иисус Христос. Есть такие болезни, от которых человек не может откупиться деньгами. Мы видим иногда миллионеры, миллиардеры, они оставляют эту жизнь через болезнь. Они готовы отдать все свое имение. И жизнь человека, она не зависит от избытка, изобилия его имения. Знаете, братья и сестры, все мы хотим жить, это нормально. И знаете, когда человек, он понимает, что от этого зависит моя жизнь, то этот человек прилагает все старание, все свое время для того, чтобы что-то приобрести, на что-то опереться. Я не говорю, что не нужно работать и так дальше, но не это самое главное в жизни нашей. Это не должно быть на первом месте. И знаете, то, что я ищу прежде всего, определяет, что для меня жизнь. Я еще раз повторю эту мысль. То, что я ищу прежде всего, определяет, что для меня жизнь. Это определяет, чем я живу. Это определяет, к чему я стремлюсь, на что я трачу свое время. И однажды один муж Божий, он сказал, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И он стремился к Иисусу Христу. Он посвятил всю свою жизнь для Иисуса Христа. И это действительно были не просто слова. Мы иногда говорим правильные слова, но они могут не соответствовать нашей жизнью. Это не значит, что это неправда, но это правильные слова. Но может расходиться с нашей жизнью. Но Павел, он говорил то, чем жил. Он говорит, что для меня жизнь – это Христос. «Я от всего отказался». Он мог быть богатым, он мог быть авторитетным, уважаемым. Но, говорит, я все почитал за ссор. И мы знаем, что многие люди его не любили, многие не уважали. Ни один раз он был побиваемым камнями. И он это терпел ради Иисуса Христа. Потому что он избрал Иисуса Христа. Потому что для него была жизнь – это Христос. Иисус сказал, берегитесь любостяжанием. И рассказал эту притчу об этом человеке, что этот человек был богатый. И кроме этого у него хорошо все, дело пошло. Хороший урожай, поле. И он рассуждал между собой, он размышлял, что мне делать. И даже все не вмещается. И он придумал. Я это развалю, построю новое. Если бы он дальше думал, я поделюсь этом ближнего, бедного или вдову-сироту. Он говорит, нет, это я для себя на многие годы. Я скажу душе своей, душа на многие годы. Иисус говорит, что Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Знаете, братья и сестры, мы иногда можем прилагать, это всех нас касается, это меня касается. Мы можем прилагать все свои усилия, чтобы что-то приобретать. И с одной стороны, это не есть плохо. Но здесь говорится, в эту ночь душу твою заберут у тебя. И что такое жизнь наша? Это пар, являющийся на малое время, потом исчезает. Это может быть очень быстро закончится. Приходит в жизнь человека какая-то страшная, неизлечимая болезнь, которая ведет его к смерти. Или приходят такие обстоятельства. Например, приходит война. Как в Украине пришла война. Многие люди, они лишились домов своих, они лишились тем, над чем работали всю жизнь. И многие из них, они говорили такие свидетельства. Я слышал, для чего я этот дом приобретал. Он в один миг исчез. Для чего я столько сил приложил. Я не хочу, чтобы, знаете, вы подумали, не нужно падать в крайности, но в другую крайность тоже не нужно падать. Не нужно, знаете, прилагать все усилия, чтобы приобрести чем побольше. И на этом поставить свое упование, как сегодня проповедовалось, свое основание. Потому что Иисус сказал, жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения. Она, жизнь наша, она зависит от нашего Господа. Слава нашему Господу. И то, что я сегодня живу, это милость Божия. Мы поем такой псалом, это милость Божия. То, что я еще живу, это милость Божия. То, что Господу служу, это милость Божия, братья и сестры. Поэтому нам нужно всегда помнить, кто мы и куда мы идем. Нам нужно всегда помнить, что не всегда будет такое время. Нам нужно всегда помнить о том, что мы живем в последнее время, и пришествие Иисуса Христа, оно очень и очень близко. И знаете, вот эта жизнь в этой стране, в хорошей стране, вот это благополучие, оно может, знаете, нас увезти куда-то в сторону. Оно может увезти нас куда-то не туда. И люди, которые уже понимают, что недолго им осталось, они часто говорят, верующие люди, как я жалею, что я для Бога не послужил. Те, которые не служили для Бога, они не жалеют, как я жалею, что я еще не поработал, я еще больше денег не заработал. У них как будто бы ценности, они меняются, они прозревают и понимают, в чем ценность. Что есть ценность для нас, братья и сестры, пусть Бог нам благословит и даст нам мудрости, чтобы нам поступать благоразумно. А для этого Слово Божье говорит, чтобы эта книга закона, она не отходила от уст наших. День и ночь, чтобы мы поучали с ней, и тогда мы будем поступать благоразумно. Чтобы наш день, он начинался, Слово Божье, как нам проповедуется, братья и сестры, нам не один раз об этом напоминается. И мы об этом знаем, но напоминанием возбуждаем чистый смысл. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы, если нужно где-то исправить, чтобы мы исправили, чтобы мы поправили свое состояние, чтобы мы поправили свою жизнь, чтобы мы поправили свои светильники, как Слово Божье говорит. «Да будут через слава ваши припоясанные светильники горящие, вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит тотчас, отворите ему блаженный раби те, которые Господин пришедший найдет бодрствующим. Истинно говорю вам, он припоясится, посадит их и, подходя, станет служить им». Чтобы светильники наши были горящие, и чресла наши припоясаны, это говорится о готовности. Пусть Бог благословит. Я заканчиваю проповедь, и мы еще помолимся. Пусть Бог благословит.